Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Ну и, собственно, благодаря, наверное, этим знакомствам стала еще больше развиваться астрономия лично в жизни каждого из нас. Но я хочу отметить, что это было скорее исключение. И мне было очень обидно, что мы можем сходить в обсерваторию, мы имеем такую возможность, а большинство других детей нет. И вот чтобы устранить, возможно, в будущем эту несправедливость, я сейчас пытаюсь заниматься астрономией и популяризацией ее в Рязани. Я уже поняла, что ты настолько сильно любишь звездно-планетарную тематику, что решила собрать вокруг себя единомышленников и создала сообщество с девизом «Раздаем космос». Чем вы вообще там занимаетесь, кроме как раздаете космос, собственно? Раздача космоса может происходить по-разному. То есть в деятельность наших участников, участников всех клубов, потому что сейчас очень много людей заинтересовались и помогают развивать сообщество. Что у нас входит в деятельность? Это фотографирование. Это может быть фотосъемка Луны, Солнца. Не надо снимать Солнце, просто на камеры обязательно берите специальные фильтры для Солнца. Без них вы можете выжечь аппаратуру. И если будете смотреть прямыми глазами, без каких-то фильтров специальных, можете выжечь себе и сетчатку глаза. Поэтому никогда не смотрите на Солнце без специальной аппаратуры. Что еще мы делаем? Мы устраиваем различные выезды, показываем людям в телескоп разные объекты и явления. Например, вот у нас в 2020 году прилетала огромная комета, очень красивая комета, которую рязанцы просто пропустили, потому что не знали о том, что она видна невооруженным глазом. И видна она была не абы где, а в созвездии Большой Медведицы. То есть люди, если знают, где созвездие Большой Медведицы, они без труда ее нашли. Но большинство людей это не смогли сделать. Помимо этого мы смотрим на, например, планеты. У нас видны практически все планеты в течение года. И мы можем даже в небольшие телескопы увидеть как самые близкие к нам планеты, так и, например, газовые гиганты, которые находятся очень далеко. То есть другие звезды, туманности, галактики, все это можно увидеть не где-то там в Америке, а прямо у нас здесь на территории Рязанской области. И вот это как раз мы показываем людям. А как вообще проходит день астронома? Ведь все-таки большинство космических объектов мы можем наблюдать только ночью. Или все-таки нет? Да, действительно, большинство, самое такое яркое, интересное, например, пролет Международной космической станции, да, мы не можем увидеть глазами, невооруженными днем. Но днем тоже есть что посмотреть. Можно посмотреть на солнечные пятна. Вот вместе с клубом мы собрали деньги на телескоп, в который видны солнечные не просто пятна, а протуберанцы. Это рельеф поверхности Солнца, который постоянно меняется, бурлит и в течение нескольких часов. Вы можете увидеть, как протуберанец сформировался, оторвался и улетел. Например, если он улетит в сторону Земли, мы можем увидеть через 2-3 дня северное сияние, полярное сияние. И так интересно получается, что полярное сияние мы тоже, например, наблюдаем в вечернее-ночное время. А днем, естественно, мы можем наблюдать еще и различные оптические явления, например, солнечное гало, паргелия. Ну и, наверное, все. Расскажи про какое-нибудь, на твой взгляд, самое красивое оптическое явление, про его какие-то разновидности. Я думаю, у 99% людей, которые видели полярное сияние, не возникнет вообще мысли о том, что это может быть что-то другое. Естественно, когда вы видите первый раз полярное сияние, вам кажется, что вы попали не в ту реальность, потому что не может небо вот так вот взрываться разными цветами, оно не может так быстро, динамично переливаться. Но, тем не менее, когда вы замечаете первый раз, например, на севере, вы видите, что вся магнитосфера Земли, она на самом деле существует, она видна. И вы можете прям вот чуть ли не рукой дотянуться, на самом деле не получится, там 100 километров до нее и выше. Но все-таки достаточно интересный эффект. А когда вы уже находитесь на территориях ближе к экватору, например, в Рязанской области, казалось бы, о каком сиянии может идти речь вообще? Но, тем не менее, сейчас так складываются условия на Солнце, Солнце входит в пик своей активности, что мы можем наблюдать северное сияние на территории Рязанской области не один раз за несколько лет, а раз в несколько месяцев. И благодаря, наверное, такой широкой огласке Рязанастра, теперь многие люди заранее могут узнать о том, что северное сияние будет видно через один день, ночью или через два дня, выехать на природу и увидеть его своими глазами. А у вас есть какие-то свои тусовки, на которых вы собираетесь с единомышленниками вместе посмотреть на звезды и обсудить тайны галактики? Да, иногда мы устраиваем просто выходы, сборы в городе, то есть мы можем принести телескопы, посмотреть в них, обсудить самые такие интересные явления или какие-то космические объекты, новости, которые возникли буквально несколько недель назад. Но самым, наверное, глобальным мероприятием у нас является Астротуса. Астротуса – это такая большая тусовка, которую создали в том числе и любители астрономии из РЗН Астра. Я являюсь одним из основателей Астротуса, второй основатель у нас Сергей Кондаков. Он тоже ведет Рязанское астрономическое сообщество, называется Меридиан 39. И такой коллаборацией мы решили, что можно вдвоем сделать гораздо больше. К нам присоединились члены одного и другого клубов, и таким образом мы уже на большом количестве людей можем рассказывать о том, что я вам уже сейчас рассказала, показывать какие-то явления. И это все будет не в 2-3 телескопа, а уже в 10 телескопов. Плохо? Нет? Хорошо. И самое интересное, что в Астротусу спустя один год, то есть мы провели одно событие такое, она ежегодная, к нам добавился еще один клуб, московский, Урания. И теперь мы уже и москвичам, и рязанцам показываем космос, но в Москве очень сильная засветка. Москвичи не могут нормально наблюдать у себя в Московской области свет звезд. А у нас здесь недалеко, по счастливому стечению обстоятельств, находится Мещера, Мещерский лес. И вот в этом Мещерском лесу и рядом с ним очень хорошо видны звезды. Вот мы стараемся выехать на Астротусу как раз в те места, где яркое звездное небо не засвечено искусственными источниками света. Ну и показать, конечно же, любителям астрономии и людям, которые хотят начать интересоваться, или уже начали интересоваться, вот это естественное свечение нашей галактики. Ты упомянула программу. Можешь рассказать, что входит в программу этого года? В общих чертах, да. Мы еще ждем подтверждения от некоторых лекторов. В этом году мы точно будем говорить о грядущей комете. У нас в этом году планировалось появление Великой кометы в октябре. И основной темой Астротусы этого года как раз будет эта комета. Благодаря такому обширному полю того, что создает комета, мы поговорим о кометах, о метеороидах, о метеорах. Мы обязательно, это одно из таких базовых событий, будем смотреть на падающие звезды. Потому что когда вы смотрите один на падающие звезды, вот вы смотрите на них, и ну да, вроде звезда полетела. Вау, приятно, можно столько желаний позагадывать. Но когда это сопровождается каким-то рассказом о том, что в принципе вы видите, какие созвездия вы затрагиваете, почему звезды падающие именно этого метеорного потока имеют такую траекторию, вы начинаете задумываться, и у вас начинает складываться какая-то полноценная картина мира. Для детей у нас тоже есть отдельные события, мероприятия, например, вот мастер-классы. Кто-то, кто был на прошлых остротусах, очень оценил высоко фризлайт. Это рисование светом. То есть вы делаете фотографию, но в нее вносится источник света. Это может быть светящаяся палочка, смартфон, что-нибудь еще. И этим точечным, условно, может быть даже большим точечным источником света, вы можете рисовать картины. Детям такая движуха очень нравится, и как раз это можно сделать в вечернее время и ночное время, когда большинство детей уже вроде хотят наблюдать, но еще сумерки, и они не могут просто лечь на пенке и посмотреть на звездное небо. Также у нас есть мастер-классы именно по творчеству ручному. То есть мы будем в этом году делать маски пришельцев, рисовать значки на деревянных основах. Детям очень нравится такая движуха, потому что они понимают, что космос, он не только про науку, он про то, что они могут что-то сделать самостоятельно своими руками и показать это родителям, которые тоже приезжают уже и ведут, точнее, они детей, как правило, отправляют на мастер-классы, а сами слушают лекции, потому что лекции тоже, они научно-популярные, они неглубоко лезут в науку. И спустя 30-40 минут лекции родители говорят, у нас там можно увидеть, оказывается, туманности прямо вот в Московской области, да в жизни бы не поверил, это же все где-то там в Америке или где-нибудь на Западе. На самом деле нет, небо оно одинаковое у всех, вопрос в том, можете ли вы найти группу людей, которые вам его покажут. Вот если вы нашли астротусов, если вы нашли астрономов, то считайте, что вы нашли тех людей, которые смогут показать вам небо. Во время твоего рассказывания возник такой вопрос, насколько я знаю, космос изучен лучше, чем мировой океан. Насколько это так? Знаете, сравнивать очень сложно, потому что сейчас что в космосе, что в изучениях мирового океана находятся какие-то все время новые, неожиданные артефакты. Например, мы все часто слышим, что Джеймс Веб уже изучил всю Вселенную, там осталось несколько миллионов лет, и все, мы увидим большой взрыв. Но когда вы начинаете задумываться, что такое большой взрыв, по сути дела это место в пространстве и времени, когда у вас просто нарушаются законы физики. И что там дальше, никто не знает. Поэтому, кто знает, может там еще целая Вселенная открытий. Также и в Мировом океане, когда мы смотрим на те же самые бактерии, которые обитают в каких-то там черных курильщиках, мы находим какие-то новые организмы, но никто не говорит, что там дальше, ниже, глубже, не будет что-то еще новое. Может быть, там будет абсолютно другая микрофлора, о которой мы не задумывались, но тем не менее она там есть. Поэтому изучать все это даже на любительском уровне, и просто повышать уровень своих знаний, это всегда интересно и полезно. Астротусы – это закрытая вечеринка под открытым небом? Или все-таки туда как-то можно попасть обывателям, которые буквально там за несколько дней увидели в интернете, в вашей группе, что проходит такое мероприятие? Или же все-таки нужно заранее зарегистрироваться, написать? Как это вообще происходит? Ну, об астротусе мы объявляем о том, что она точно будет. Мы можем объявить об этом, конечно, и в августе, когда пройдет предыдущая астротус. Но мы обычно объявляем о ней где-то в марте, в апреле, когда люди только формируют свое первое видение о том, как у них пройдет лето. И уже с этого момента можно присылать заявки, говорить, что да, мы вот хотим ехать, у нас есть такая вещь, как регистрация. Но даже если вы вдруг случайно увидели анонс за 2-3 дня, там за день, вы все равно можете приехать уже на само мероприятие и сказать, что я вот увидел анонс, я хочу к вам, пожалуйста, возьмите меня к себе. Мы отметим, что к нам приехал человек, потому что нам важен учет количества посетителей. И, собственно, все мероприятия, на которые человек успеет, они могут быть ему показаны, они будут ему доступны. У нас нет такого четкого деления, что только вход для людей, которые зарегистрировались за месяц. Нет, этого нет, потому что мы тоже понимаем, что многие люди в последний момент, у них могут измениться планы. Они могут просто не знать, дадут ли им отпуск за 2-3 дня еще до самого события. И иногда звезды так удачно складываются, что человек может посетить мероприятие. Поэтому мы считаем, что остротуса – это мероприятие, которое открыто для всех, и мы делаем остротусу для людей. Поэтому мы ждем вообще всех, кто к нам может приехать и хочет приехать. Спасибо, Наташ, за космически интересную беседу. Спасибо тебе, Кристина. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова